В чем секрет крепких отношений? Дети. Дети. Терпение. А я про это могу разговаривать очень долго, когда от меня пошел человек. Это когда два индивидуума воспринимают друг друга без желания изменить их образ существования. И понимают друг друга. То я тогда работала ланковою в СНО. А вообще не перебивай. Самый главный секрет? Это любовь. И борщ. Под борщ. Лапки сходи, світло с балкона, рідні двери, вечерня втомна. Знову там, где нам все знаемо, бо коли ми вдома добре кожному з нас, кожному з нас. На пробежку. Молодец. Потруси костями. Олег, я хочу попасть к тебе на тренировку. Настя, чтобы попасть ко мне на тренировку, нужно попасть ко мне в команду. Чтобы попасть ко мне в команду, нужно заполнить анкету. Чтобы заполнить анкету, нужно как минимум научиться писать. Родная, что ты там будешь делать? Как, как, что? Я, я там разомнусь сама. С девчонками твоими познакомлюсь. Общаемся там с ними. Они лет на 15, тебя младше. О чем вы будете говорить? У них, вон, одни парни в голове. Так тем более, ты же там, получается, среди рост один парбос. Да? Или ты меня от них скрываешь? Они вообще в курсе, что у тебя есть жена? Конечно, в курсе. Просто я хочу провести нормальную тренировку. А ты, как всегда, будешь лезть под руку со своими советами. Значит, все-таки тебе есть что скрывать. Ну, что скрывать, Настя? Ну, просто подумай сама. Тренера жена приводит на тренировку. Как это отразится на моем авторитете? Скажи, что я из молодежной сборной. Ладно, пойдем. Только скажем, что ты из комитета ветеранов спорта. Что это? Ну что, довольна? Да. Завтра опять пойдешь со мной на тренировку? Нет, зачем? Я уже все поняла. Ходила там между девочками, послушала. Ну, они думают, что ты с массажистом. С массажистом что? Неровно дышите друг другу. В спину. Что? Офигеть. Это кто такое сказал? Я. Меньше буду перед тобой задницами крутить. Так, винник пуха взяла. Андрей! А? Там на пинтболе будет, где Лешке молочко разогреть? Не знаю. Андрей, тебя сколько раз просила? Помоги собрать Лешку. Андрей, если ты еще раз выстрелишь, мы никуда не поедем. Андрей? Андрей, если ты хоть раз выстрелишь, все, я никуда не иду. Я предупреждала тебя. Марин! Все. Ну, Марин! Я остаюсь дома, буду смотреть телевизор. О, как раз моя любимая передача про Киргизию. Отличный выходной. Ты знаешь, а ты права. Давай остаться дома. Точно. Бегали бы там населись, как дураки. Реально, проведем выходной дома, как я ехал. По-семейному, да? Да. Да ладно, Марин, ну что ты, не начинай, ну, Мариша. Андрей, присядь. Присядь. И скажи мне, какой урок извлек ты из этой ситуации? Марин, ну реально, не начинай, а? Ну мы опаздываем. Андрей, или ты говоришь, какой урок ты извлек из этой ситуации, или мы никуда не едем. Андрей, не смотри на часы. Что, не смотрю? И на настенные не смотри. Вот мне надо очень сильно. Андрей, мы никуда не поедем, пока я не пойму, что ты понял. Да все, я уже понял. Уже все я понял. Что конкретно ты понял? О-о-о-о. Ну? Я понял, Мариша. Я понял, что любовь и доброта – это самое главное в жизни. Что именно благодаря этим чувствам человек становится благороднее и мудрее. Именно так говорил Господь. Аминь. Андрей, ты что, с календаря читаешь? Нет. Нет, мы точно никуда не едем. Все, Андрей, я тебе сказала. Я предупреждена. Андрей. Ну пожалуйста, ну все. Не обижайся. Я понимаю, я перебаловался. Не надо было мне. Не надо. А-а-а мне. Я стрелял, а там Лешку ты собирал. А эти пингвины еще, слушай. Мы барсика взяли. Нет, мы так точно опоздаем, Андрей. Давай, поехали. А что, можно? А что, можно? Можно. Поехали, поехали. Так, у меня слово диаэрация. 45 очков. Какая еще рация? Нет такого слова? Есть такое слово. Диаэрация. Это процесс удаления из жидкости, растворенных в ней газов. Хорошо, тогда пахучка. Пахучка. Это лист бумаги, который позволяет определить, нравится духе или нет. Ну ладно. Допустим. Декантация. Нельзя одно и то же слово два раза. Это разные слова. У них просто окончания одинаковые. А, я поняла. Ты за счет окончания увеличиваешь слова. Хорошо, тогда пахучизация. Пахучизация. Это процесс, который позволяет определить, нравится духе или нет. Катюш, ну так нельзя. Так нельзя? Тогда я не играю. Солнышко, ну не обижайся на меня. Хорошо, давай я уберу декантацию, а ты свою пахучизацию. Ну а у тебя остается пахучка. Идет? Неоцин. Слушай, какой неоцин? Ты что, издеваешься? Хорошо. Тогда башлоп, марукин, зимаза. О, зимаза, есть такое слово. Ну, такая же сложная игра. До свидания, мои хорошие. Как Славочка вырос. Вымахал. За два года. А конфетки надо перепрятать. Китюня. Тарас, я не могу. Чего? То, что твоя мама почувает. Господи. Давай какую-то музыку включим, а? Какую музыку? Хард-рок. Чтобы тут все громило и стрибало. Вона таку не любит. Прийди и скажи, чтобы вымкнули. Давай тогда я народную какую-то. Або Иво Бобла. А таку она как раз любит. Прийди и начнет подспевать, а липи цветут духмьяни-духмьяни. Я знаю. Давай я тогда дрель врубаю. Небе працюю. Ммм. Тоді вона прийде і скажет, де саме сверлити дірку. Ммм. Тарас. Шо? Ну придумай вже щось. Та шо? Думаю, она зараз сайте і скажет, чому так дихо. Чушка ця у нь? А у нас все одно прийде. Тоді... Тоді на добраніч, Оксану. На добраніч, Тарас. А мамі на добраніч. На добраніч, мамо. Катя, ти че не спиш? Не хочу. Катюш, ну ти ж засыпаєш. Ложись вже. Мені нельзя. Катюш, я помыла голову і жду, коли вона висохнет. Іначе завтра на голові буде бурелом. Татюш, ну висушу феном. Не можу. Катюш? Ну, перегрелся. А, ти вже сушила? Нет, я в нього утром пела. Просто, коли у мене розвиваються волоси, я похожа на Шакиру. А? Нет, Паш, посиди со мене, пожалуйста, а то я усну. Долгоград, тебе на дэ. Катя, город назови. Питер. Катя, ну какой Питер? Слушай, давай спать, волосы вже высохли. Только ти мене завтра не буди. Тихонечко уходи на работу. А то я завтра выходна. Настя, я ушел. Олег, стой. Что такое? А поцелова? Настя, а что происходит? Секс каждый день? Поцелуй на прощание? Что за приступы похоть? А действительно? Так мы же давно уже живем вместе. Двадцать лет. Эх, мне вполне достаточно, чтобы меня взяли за руку и сказали. Доброе утро, Анастасия. Блин, капец. Настя, ну что, мне стоило один раз пошутить, чтобы ты всю жизнь теперь мне это вспоминал? Олег, мне хочется больше ласки, мне хочется нежности, страсти, наконец. Мне хочется, чтобы ко мне подходили. Что такое? Ты не справляешься с таким объемом нежности? Слушай, где ты был вчера? В смысле? В смысле с шести до восьми. Я не помню. А ну напрягись и вспомни. Что за допрос? Я тебя записала на прием к стоматологу. Почему ты не вставил суп? Я вставил. А ну открой рот. До свидания, Анастасия. Надя, принеси соль. Спасибо, Надя. Надя, горчичку захвати. Надь, слышь, у нас где-то там чесночок был. Надь. Я тебе не служанка бегать туда-сюда. Надя, принеси то, Надя, принеси все. Иди на кухню, там и чесночок, и колбаска, и сырок. Там все есть. Иди кушать туда. Надя! Соль принеси! Эй, горчичку дам! Андрей, Андрей. Наверное, единственный человек в мире, которого за губу укусил ежик. Терпи, терпи. Я для Лешки старался. Хотел ему в парке показать, как ежик кушает. Ну? Ну, взял и риску в рот, подсунул ежа. Зачем? Я так в детстве кота кормил рыбкой. А этот еж, падла. Он, ты знаешь, Мариш, мне кажется, что эти ежи им губа вкус нечего риска. Так, ну я ранку вроде бы обработала, Андрей, но... Тебе все равно надо показать нормальному врачу. Нормальному врачу мне показывать нельзя. Смеяться будет нормальный врач. Об этом надо было думать, когда ты ежа себе в рот совал. А теперь придется ехать. Ладно, поедем. Только давай врачу скажем, что меня не еж, а волк за губу укусил. А то еж это как-то не по пацанечек. Андрей, им важно знать, какой именно зверь тебя укусил. Дикобраз. Они с ежом родственники. А дикобраз это солидно. И много ты у нас в парке дикобразов видел. А мы не в парке. Я вот в музее. В музее видел дикобраза чучела. То есть ты считаешь, что ты будешь выглядеть солидней, если скажешь, что тебя в музее укусила чучела дикобраза, да? Ладно, поедем. По дороге вариантов набросаем. Да, Мариша, какие все-таки опасные твари эти ежи, а? Один раз за губу укусил, а мне голову просвечивали, и глаза фонариком светили, и тесты всякие заставили проходить. А не надо было говорить, что тебя укусил двухметровый еж? О, может, костюм молодина из Жасмина? Та не, я соромлюсь одягать эту жилетку на голое тело. А как тебе парный костюм коняга? И кто будет дупой? Ну так... А ну да. А как тебе костюм пирата? Таким. Ай, Тарасик, ну який из тебя пират. Давай краще надейнемо на тебе колготки, дощик на голові завяжемо, бльостками обляпаем чешки, и будешь ты у нас снежинкою. Как на святую детсадку, пам'ятаешь? Ой, красиво было. Не пам'ятаю, мама, не мешай. Слушайте, мы уже годину сидим, и ничего не можем выбирать. Ось это. Та яка взагалі разница? У чому бути на тому убогому корпоративе? Взагалі-то, мама, на тому убогому корпоративі буде ваш любимый Иво Бобул. Ну да, что ты брешешь? Будет он выступать перед какими-то продавцами пилососов. Людина стадеони збирает. Будет в живую и целую годину. Та не. Та да. Та не. Та да. Та ну. Ось все. Ого, ага. Так, а можно я с вами пойду, а? Э, не, мама, у меня всего два запрошения. Хіба, что мы вдвох с вами пойдемо в парном костюме коня? Что? Оксано, я не хочу знов иди с мамой на корпоратив. Ну, будь ласочка. А давайте я на голову гарбуза надіну, и никто не будет знать, что я там. Мама, так хоть колесо от Камаза, я буду знать. Ну скоро там. Я готовый. Все. Я готова. Ви таки красиві. Оксаночко. Оксаночко, ще раз тобі велике дякую. Як і домовлялись, кухня на два тижні твоя. Так. Так. Ой. За мала. Мамо, на що вам ця сумка? Як це на що? Там після банкету знаешь, скільки їжі залишиться? На цілий тиждень. Ну шо, рванули? Бо їїв очекати не буде. А липи цвітуть, до хим'яні, до хим'яні. Коли ми вдома. Ну вот. Суббота потеряна. Скупили весь ринок. Три супермаркета. Зарплаты нет. Затарились, блин. Наборщик. Олег? А мы що, бурячок не купили? Твою мать. Во второму пакете посмотри. Да нету тут. Да под капустой они. Смотри внимательней. Да тут только капуста. Нет, ну это же надо. Не купить бурячок. Олег, ну пожалуйста, сходи и купи бурячок. Настенка, родная. Ну я бы сходил. Честное слово сходил. Но понимаешь, я уже переоделся. Олежа. Ну я же в таком виде в магазин не пойду. А тебе только штаны накинуть. Привет. Здорово. Андрюш, а давай я тебе брови выщипаю, а? А то у тебя как одна сплошная чайка. Нормальные у меня брови, ничего не надо мне выщипывать. Андрей, ну где нормальные? У тебя как будто бы усы над глазами. Давай я тебе аккуратненько уберу и все, чуть-чуть. Мариша, а может мы мне еще ноги побреем? Чего ты так? Между прочим, это давно уже стало обыденностью, что мужчины следят за своим внешним видом. Да? Тебе давай я аккуратненько по бокам уберу и все, чуть-чуть. Может не надо? Ну тебе что, жалко что ли? Я тебе одну штучку тут, одну тут и все, так красиво тебе сделаем. Давай. Ой, ладно, давай. Боже, ладно, Андрюш. Я тебе ножничками подровняю. Как долго они растут? Может все-таки карандашком подрисуем, а? Как долго они растут? Месяц. То есть ты предлагаешь целый месяц мне в шапке ходить в участок? Андрюш, ну чего ты кипятишься? Между прочим, получились очень даже аккуратненькие бровки. Аккуратные? Аккуратные, удивленные бровки? Отлично, Марин. То есть если я задержу преступника, да? Мне никто не поверит. Скажут, смотрите, смотрите, как он удивлен, что смог преступника задержать. Или в нашем участке Андрей Макаренко, самый удивительный милиционер, да? Или если вот с Лешкой пойду гулять на улице, да? Вот люди будут все удивлены. Глянька, глянька. Мент и ребенок мир познают, да? Андрюш, а скажи, что был пожар, и ты нас с Лешкой спас, а? Но брови обпалил. Ах, круто, Марин. Ну, 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 ты будешь героем, Андрюш. Героем. Тогда надо еще и ресницы острить. Для симметрии.